Совет коллективной безопасности ОДКБ Все началось несколько дней назад с митингов против повышения стоимости изжиженного газа. На нем в Казахстане работает большая часть транспорта. Террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность, в том числе и присутствующих здесь членов Совета безопасности Республики Казахстан, принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы. Мы выступаем против этого правительства. Все дорожает. Весь народ поднялся. Народ нищенствует. Поэтому мы здесь. Пусть нас услышат. Вчера я лишился своего братишки. Он попал под колеса одной из военных машин. Хотя мы вышли на мирный митинг, а в нас начали кидать шумовые гранаты, дымовые шашки. «Уважаемый Касым Жоумар Токаев, мне 30 лет. Я не хочу еще 30 лет быть рабом». В Жанаозене, в Актобе, идут волнения. Там к народу выходят представители власти, Акимы. Они ведут разъяснительные работы. Кто вышел к нам? Только бойцы СОБРа. Мы не просто так вышли сюда. Идем под пули. Жить стало невыносимо. Все дорожает. Данные террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. Ну что ж, прямо на наших глазах сейчас заканчивается красивая сказка про эффективную экономику и стабильность в процветающем Казахстане. Совсем недавно такая же сказка закончилась в Беларуси. И вот сейчас на наших глазах рушится миф про вот этот стабильный, успешный Казахстан. В принципе, происходит то, что должно было случиться. Народ в Казахстане достал вот этот 30-летний режим Назарбаева. То есть, бессменная диктатура. Должно было рано или поздно полыхнуть. И вот полыхнуло. Ну, точнее, вот эти вот, значит, сторонники таможенного союза, путинисты, сторонники Януковича, там всевозможных диктатур. Они нас убеждали, что нет, на самом деле казахам очень хорошо и белорусам очень хорошо при Лукашенко. Они не будут никогда протестовать. У них все круто. Это вот в плохой Украине дураки, значит, вышли на Майдан. А там все идеально, там все замечательно. Страна развивается. Но сейчас мы видим, как в очередной раз разрушен этот миф. И на самом деле вылезла наружу настоящая ситуация, которую скрывали. Да, ведь мы же не знали ничего о том, что в Казахстане вот такой уровень недовольства. Мы-то думали, точнее, нас убеждали, что там все спокойно, тихо, что там такого не может быть. Но вот оно в один момент, буквально в несколько дней полыхнуло. Я думаю, вы все уже видели новости. Смотрите, что в Казахстане разворачивается такое настоящее народное восстание. Кто-то называет это Майданом, по аналогии с Украиной. Но, в общем-то, они даже, наверное, правы. Потому что по масштабам то, что сейчас происходит в Казахстане, не имело еще аналогов в истории независимого Казахстана. То есть, впервые действительно в стране идут протесты такого масштаба. И некоторые города уже не контролируются правительством. В том числе, самый большой город страны, первая столица Алматы. Она полностью захвачена сейчас протестующими. А, соответственно, силовики разоружены. И совершенно не могут ничего с этим сделать. Пока не ясно, чем все это закончится. Но даже если властям удастся задушить эти протесты и снова взять ситуацию под контроль, все равно уже понятно, что вот той сказке о том, что там все здорово, там все круто, вот из-за стабильности, потому что там народ не майданит, там так здорово все живут. Мы уже понимаем, что это ложь. Что на самом деле существовало все это время колоссальное недовольство, которое просто не выходило наружу. Которое просто скрывали. Мы в очередной раз видим, что демократия действительно имеет преимущество перед любой диктатурой. Безусловно, то, что там сейчас происходит, будут объяснять тем, что это якобы козни Америки, Европы, еще кого-то, Сороса и так далее. Но это понятно будет рассказывать всегда. Но никакие американцы, никакой Сорос никогда не могут за считанные дни вот так нанять такое количество людей, заставить их идти драться с полицией и так далее. То есть понятно, то, что сейчас происходит в Казахстане, это следствие усталости людей. То есть люди устали от того, что там происходит, от той жизни, которая там настала. И, в общем-то, их этот уровень жизни не устраивает. Я думаю, это уже очевидно и понятно для всех. И, конечно же, я думаю, что сейчас больше всего переживают по поводу того, что происходит в Казахстане, на самом деле в Кремле. Вот там-то настоящая сейчас истерика, потому что, по сути, Казахстан на постсоветском пространстве, вот в орбите РФ, да, в таможенном союзе, был последний такой вот живучей диктатурой. И в России, особенно после того, что случилось с Лукашенко, возлагали определенные надежды на то, что, ну вот смотрите, ну в Казахстане-то нормально. То есть там вот Назарбаев такой плавно передает власть преемнику, транзит. То есть можно и в России такое сделать. Но теперь, по сути, Путин остается таким последним диктатором. Да, вот кольцо вокруг него сужается, уже везде шатаются эти диктатуры стареющих, драхлеющих диктаторов. И Путин остается таким последним из магикан. И он, конечно же, сейчас, глядя на все это, понимает, что доберется, дойдет и до него. Рано или поздно полыхнет и у него. И он уж точно по поводу происходящего очень и очень недоволен. Сколько не пророчили российские пропагандисты, очередной Майдан в Украине, какой-то развал, восстание, какой-то ужас. Но по факту мы видим следующее. Сейчас вот на постсоветском пространстве, рядышком с РФ, по сути, Украина является таким островком стабильности, где более-менее все происходит цивилизованно, по закону нормально. Прошли одни выборы, другие выборы. Власть сменилась, народ пришел, проголосовал, не понравится эта власть, переголосует, она уйдет, выберут еще какую-то новую власть. А в хваленых стабильностях, да, вот в этом таможенном союзе, который, нам помните, так расхваливали, нахваливали, говорили, что там так круто. Его вот шатает, лихорадит, там все по факту разваливается, там народ страшно недоволен, и мы видим, что как бы там не ругали Украину, как бы не пророчили нам какой-то крах, по факту рушится то, что считалось монолитом. Это, пожалуй, наверное, такой главный вывод из того, что сейчас происходит. То есть по факту сейчас мы видим, что вот эти вот диктаторские режимы, они оказываются очень хрупкими, очень нестабильными, и народ в них явно несчастлив. То есть народ куда более счастлив даже в такой стране, как Украина, со всеми нашими недостатками, да, хотя все эти пропагандисты Украину страшно ругают. Народ у нас счастливее, чем вот в этих всех якобы стабильных и процветающих державах. Об этом следует помнить, чтобы никогда не покупаться на это вранье и на вот эти мифы.